О темпах вакцинации, восстановительных работах на Зелёной-16 и строительстве народных троп в Химках говорили на еженедельном общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина. Одна из центральных тем – окончание восстановительных работ в доме на улице Зелёной, где в марте произошел взрыв газа. Почти полгода назад людей временно переселили в гостиницы. Начиная с сегодняшнего дня, жильцам постепенно будут помогать перевозить вещи обратно домой. Ремонтные работы практически завершены. Строительную часть мы заканчиваем до 25-го числа. Мы сделали, конечно, совершенно удивительный объём работы. С точки зрения, нам пришлось разбирать полностью, начиная с девятого этажа, за неполных полгода, мы восстановили полностью весь конструктив. Всё, что касательно четвёртого подъезда с инженерными сетями, они выполнены полностью. Это КВС, КВС, водоотведение, газоснабжение, электрика. Заменено в одной распреду строится, заменён лифт. Александр Шаповалов попросил посодействовать администрацию города в покупке газовых плит, а также провести интернет. В начале сентября все жильцы должны вернуться в квартиры. Я прошу Александра Геннадьевича Соловьёва подключиться. Плиты, слаботочка, домофон – это история управляющей компании, которая вслуживает дом. Она знает прекрасно, что сделать. Она многое сделает для этого дома. Но я думаю, что здесь не будет никаких вопросов. Подняли и вопрос вакцинации. На сегодняшний день в Химках поставили прививку 112,5 тысяч человек. Это 54% от общего числа взрослого населения в округе. Позаботиться о здоровье можно в 9 поликлиниках. Также работают 6 пунктов вакцинации в торговых центрах и в клубе «Активное долголетие». Ещё 15 выездных мобильных бригад вакцинируют сотрудников предприятий и отдыхающих в городских парках. На сегодняшний день темпы первой вакцинации серьёзно снизились в связи с улучшением педиологической ситуации и отменой части ограничений. Это вызывает определённую у нас тревогу, потому как вакцинироваться необходимо и необходимо уже ревакцинироваться тем, кто вакцинировался в ноябре-декабре прошлого года. Говорили и о реализации программы «Народные тропы» на месте необорудованных пешеходных дорожек, где чаще всего ходят люди, строители прокладывают тротуар. В 2021 году будут проложены 25 дорожек общей протяжённостью 3 километра. Работы завершат к 30 сентября. В ближайшее время составят карту, где все народные тропы будут отмечены. Давайте тоже опубликуем, где будут народные тропы. Я считаю, что это важный вопрос. И нужно об этом людям показать конкретно, какая тропинка куда ведёт. Ещё один вопрос, который подняли на свещании – празднование Дня государственного флага 22 августа. В городе пройдёт мотопробег, а в парках и скверах – торжественные мероприятия. Например, в парке Толстого проведут конкурс уличного стрит-арта, мастер-классы по изготовлению символики Российской Федерации и покажут кинофильм под открытым небом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова